МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты сегодня обсуждали будущее муниципальной аптечной сети. Важное для города предприятие оказалось под угрозой из инноваций федерального законодательства. В этом году значительно усложнилась процедура закупки лекарств. Если не принять оперативных мер, то сдерживать цены и обеспечивать богатый ассортимент удастся лишь до конца года, продолжит Александр Вяткин. За несколько месяцев товарооборот муниципальной аптечной сети упал почти на четверть. Ассортимент препаратов сократился. Пенсионеры, основные покупатели, уже не могут найти здесь все необходимые лекарства. Представители Совета ветеранов даже письмо мэру направили. Муниципальную аптечную сеть нужно спасать. Распаду муниципальных аптек ни в коем случае допустить нельзя. В первую очередь человек, особенно ветеран, идет в аптеку муниципальную, потому что знает о том, первое, что там качественные лекарства, поскольку под контролем государства. Сдерживать цену удавалось благодаря отлаженной схеме закупок. Но с 1 января работать по-старому запретил федеральный закон. Раньше закупки проводили почти ежедневно. А теперь муниципальная аптечная сеть обязана объявлять конкурсы. На это уходит больше месяца. Быть или не быть большому ассортименту, низким ценам и скидкам предстоит решить городским депутатам. Специалисты департамента по социальной политике видят выход в реорганизации. Аптечная сеть должна остаться эффективно действующим предприятием в собственности муниципалитета и под контролем муниципалитета. Для этого единственный законный вопрос – это создание публичного акционерного общества со 100% участием муниципалитета. Точно так же муниципальные аптеки реорганизовывали и в других городах. Но у депутатов такое предложение вызывает многочисленные вопросы. Почему у нас не рассматриваются иные варианты решения этого вопроса? Эта ситуация, которую предлагает сегодня руководство муниципальной аптечной сети, она единственная правильная – будет советь директоров. Куда зайдут представители депутатского корпуса, будем определяться кто и как, и будут контролировать все процессы. Найти компромисс депутатам сегодня так и не удалось. Судьбу муниципальной аптечной сети решат позже. Необходимо создать рабочую группу, которая в экстренном плане соберется, чтобы там были представители юротдела, чтобы там были представители аптечной сети. Работать с прежней эффективностью, при этом сохраняя социальные обязательства, муниципальные аптеки, по мнению чиновников, смогут лишь до конца года, пока действуют договоры с поставщиками, которые предприятие заключило еще в прошлом году. Александр Вяткин, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Централизованное тепло. К домам в Зайльцовском районе проложат новую теплотрассу. Она станет альтернативой котельной новосибирского мясоконсервного комбината. Несколько лет назад на предприятии решили, что снабжать теплом дома дальше не будут. Общежитие, детский сад и пять многоэтажек уже подключили к центральной сети. Подробнее расскажет Александр Потенихин. В подвале общежития на улице Холодильной не холодно. Напротив, теперь здесь источник тепла, ставший альтернативой котельной новосибирского мясокомбината. Тепло от нее получали порядка 40 объектов в Зайльцовском районе. В 2016 году муниципалитетом совместно с МУП «Энергией» началась планомерная работа по переключению объектов, запитанных от данной котельной, на централизованную зону теплоснабжения. То есть от источника ТЭЦ-5. Два года назад руководство мясокомбината сообщило, предприятие собирается вывести котельную из зоны теплоснабжения. Это общежитие, детский сад и пять многоквартирных домов уже подключили к центральной системе. Тепловой пункт в общежитии оборудовали самым современным оборудованием. Обеспечивается постоянный напор воды, трубопровода. Прежде чем исключаются резкие скачки, перепады давления, которые могут привести к аварийным ситуациям. А также экономится электроэнергия. Когда расход воды минимален, допустим, на горячей воде, свои обороты двигателя тоже минимальны. В прошлом году на переподключение потратили 45 миллионов. В этом уже 82. Затраты выросли, поскольку нужно прокладывать новую теплотрассу. Предстоит переделать газовую котельную на улице Сухарной в центральный тепловой пункт. К этой котельной сейчас подключены только три дома. Но в будущем именно она станет центром теплоснабжения для остальных объектов. В 2017 году сюда подведут трубы. Но полноценно функционировать она начнет в 2018. Получать отопление от мясоконсервного комбината или от котельной для потребителей не имеет значения. Главное, чтобы зимой в квартирах было тепло и уютно. Все работы проводят летом, поэтому большинство даже не заметят этих глобальных перемен. Александр Потенихин, Денис Савинский. Новосибирские новости. Уже в воскресенье в регионе на 10 дней откроется сезон весенней охоты. Разрешение выдают на отстрел водоплавающей и боровой дичи. Особых новшеств в этот раз нет. А пока за свежими впечатлениями охотники и рыболовы отправляются на выставку специальных товаров. Анна Гурьянова тоже побывала в экспоцентре. Она еще и розовая. Мужики все хотят розовую. Катюша розовая или желтая с ароматом чеснока. Всего за 100 рублей. Это съедобная резина. Наживка от бердского производителя обязательно придется по вкусу рыбе. Это съедобно только для рыбы и повышает, скажем так, качество улова. Для рыбака это не съедобно. Выставка товаров для охоты и рыболовства привлекает сотни посетителей. Здесь можно увидеть новые удочки и наживки. Оружие холодное и огнестрельное. Непромокаемую обувь и защитную одежду. Например, вот такой костюм с ядовитой пропиткой и ловушками. 100% защита от клещей. Безопасно для человека. Хоть и кусается. Цена – 8 тысяч рублей за взрослый комплект. Смотрите, вот ловушка идет. И она под пятку еще запирается. Здесь он никак не поползет. Здесь заправляется носок. А если он в носок залезет? В носок он и залезет. Лось с дымком и косуля с перчиком. Для тех, кому охотничья удача улыбается редко. На выставке продают и деликатесы из редких видов мяса. Тем более, что весной разрешено охотиться только на водоплавающую и боровую дичь. Все остальное сейчас можно только купить. Это рысь, это кабан, морал, конина, медвежатина. Вот такая вот куропатка – это все сырое дарит. Весенняя охота в нашем регионе начнется 16 апреля. Продлится 10 дней. Выдача лицензии уже идет, ажиотажа нет. Мы тоже ожидали, что, возможно, будет какой-то большой наплыв. И очереди и в настоящее время нет. То есть работают специалисты, обращения идут и через единый портал государственных услуг. Для них есть возможность отдельно получать, там отдельно специалист как раз выдает разрешение. Сейчас в регионе зарегистрировано почти 100 тысяч охотников. И число их растет. Ведь охота – пуща неволе. Анна Гурьянова, Евгений Макаров, Денис Савинский. Новосибирские новости. Велосезон открыт. С наступлением тепла на улицах города велосипедистов стало больше. Активизируются и воры. В прошлом сезоне в Новосибирске украли почти 900 велосипедов. Причем не спасают ни специальные замки, ни камеры наблюдения. Как уберечь свой двухколесный транспорт, расскажет Вероника Иванова. Мария Вебер в интернете за 10 тысяч купила велосипед и оставляла его в подъезде. Не прошло и сезона, его украли. Могда домой заводила, а в этот день что-то не стало такое заводить. Остались только фотографии. В полиции объяснили, найти краденный велосипед сложно. Опаснее всего оставлять велосипед в Ленинском и Советском районах. По городу за прошлый сезон украли почти 900 велосипедов. Из гаражей, с улицы и из подъездов. Самым распространенным сценарием является хищение велосипедов, оставленных в подъездах жилых домов на открытых местностях без присмотра и каких-либо средств ограничения движения. Даже замки от кражи не спасают, как в случае с Зариной Мустафиной. Момент кражи попал в кадр камеры видеонаблюдения. Велосипед стоимостью 40 тысяч рублей угнали за 30 секунд. Теперь Зарина доверяет только хорошим замкам. Этот, похожий на латинскую букву «У», стоит около 5 тысяч рублей. Здесь стальной пруд идет толщиной 12 миллиметров. Он очень прочный. Его нельзя перекусить за 30 секунд. Любые тросики, которые вот замки с кодовым, ну, замки с кодовым замком, они очень легко перекусываются. 20-30 секунд хватает, чтобы его перекусить, выбросить и уехать. Камеры наблюдения помогут, если участковые узнают вора в лицо. Эффективнее усложнить вору задачу. Используют велосипедисты и вот такой замок, так называемая раскладная цепь. В Германии полицейские такими пристегивают свои транспортные средства. Закрепляем раму, зацепляем к забору, например, и закрываем на ключ. Хорошо бы пристегнуть и колеса. Хотя продают запчасти редко. Чаще велосипед целиком. Поэтому с редкими и узнаваемыми моделями воры предпочитают не связываться. Я знаю, что мою модель велосипеда, ее много в Новосибирске. Но из-за того, что у нее есть велосипед, заклеен наклейкой, я понимаю, что если велосипед украдут и не увезут в другой город, то потом его можно будет опознать. Потому что сдирать эти наклейки – это невыгодно 100%. Перекрашивать его потом тоже невыгодно. Вот. Поэтому я думаю, это такие. Ну и ваш велосипед просто будет, не знаю, интереснее смотреться. Те, у кого двухколесный конь намного дороже, вообще за пределами дома их не оставляют. Все-таки велосипед за 100 тысяч рублей – это уже не средство передвижения, а скорее спортивная роскошь. Вероника Иванова, Олег Кролевец, Денис Савинский. Новосибирские новости. Перекличка солдатских поколений прошла сегодня в ДК имени Горького. На встречу пришли ветераны Великой Отечественной, Чеченской и Афганской войн и молодое поколение – солдаты-срочники Глуховской дивизии и воспитанники детского центра «Каравелла». Молодое поколение должны видеть эти лица, эти ордена, эти погоны. Они должны слышать афганцев, они должны слышать чеченцев, которые перенесли на свои территории очень ужасную, жестокую войну. И все это должны все знать, чтобы готовиться, предотвращать войну и быть готовы морально, если что произойдет. Перекличка солдатских поколений в разных форматах проходит в городе с 2011 года. В этот раз она посвящена 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом тех, кто может передавать свои знания, навыки и опыт молодежи, становится все меньше. В этот раз на мероприятие смогли прийти только пять ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь люди встречаются, где-то не могут, кто-то может прийти, кто-то не может прийти. Вот в этом году у нас был еще один участник Великой Отечественной войны. Буквально две недели не дожил, ему уже 90 с лишним лет был, полковник Юрин умер. И вот встречаются здесь, общаются, всем нравится, очень интересно. Театр в театре. Спустя 33 года «Паяц» возвращается на новосибирскую сцену. Это опера о простых страстях, которые переживают артисты бродячего театра. Интриги маленькой Италии увидела Александра Медведенко. Вместо повозки – цветной автобус. Вместо крестьянских одежд – воздушные платья в горох. Опера «Паяц» и Руджера Лианковала снова на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Со дня первой премьеры в Ла-Скало прошло 125 лет. Только поют все о том же, что и более века назад – о любви и ревности. Мы старались не отходить от задач композитора, который написал спектакль, который существует тысячу постановок по миру. Время меняется, взгляды меняются, меняются люди. Но суть взаимоотношений духовная, мир остается одним и тем же. Новые «Паяцы» поставили в сжатые сроки – почти два месяца. Хотели успеть показать новосибирскому зрителю итальянские страсти в этом сезоне. Опера Лианковала – одна из самых популярных в мире. Постановок много, но знатоки признают, что «Паяцы» – все-таки недооцененная партитура. Многие-многие поколения дирижеров, даже выдающихся, по разным причинам в ней не открывали, мне кажется, всего, что там написано. Эта партитура гораздо более тонкая и иногда почти импрессионистичная, честно говоря. И вот наша была задача в те сроки небольшие, что нам были отведены, действительно крайне небольшие в этот раз, постараться вот эти тонкие краски, иногда акварельные, достать из оркестра. Опера написана в стиле веризма. Согласно ему, сюжет должен быть заимствован из жизни самых простых людей. Только новосибирские постановщики решили перенести действия оперы из 19 века в середину 20-го. Эперизм, на мой взгляд, очень близко приближается к неореализму. То есть это вот кинографическое направление, которое в Италии появилось после войны. И нам показалось, что эти вот два стиля очень похожи. Поэтому мы перенесли это в 50-е годы. По сюжету нешуточные страсти разворачиваются в труппе уличных артистов. Зритель буквально присутствует на маленькой итальянской площади. Автор оперы вдохновлялся историей и жизнью. Поэтому переживания героев знакомы каждому. И даже артистам, привыкшим играть их каждый день перед зрителем. А значит, смейся пояться над разбитой любовью. Александр Медведенко, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Держать оборону. Еще в одной школе Новосибирска открыли спортивный зал для занятий самбо. Напомню, город стал участником федерального проекта «Самбо в школу». Детей учат элементам самообороны на уроках физкультуры или на дополнительных занятиях. На открытие зала для занятий самбо побывала Светлана Сорокина. В 199-й школе праздник. Ждут больших гостей. По федеральной программе открывают зал для занятий самбо. Директор школы Александр Воротников в прошлом профессиональный самбист. О таком зале только мечтал. У нас постоянно одна половина мальчики, например, идут в бассейн, а девочки занимались танцами. Вот сейчас у нас мы переквалифицировались. И на основании того, что нам дали уже программу, утвержденную министерством, у нас вот этот урок дополнительный, то есть и будет проходить непосредственно как по проекту самбо в школе. Зал приспособили быстро. Региональная федерация самбо обеспечила инвентарем. Причем, как подчеркивает директор школы, маты добротные. Более пяти сантиметров толщину. То, что нужно для отработки бросков. То есть это не так, что прибили, приколотили, поклали, а все у нас четко, все основательно, как и положено. Плюс еще для того, чтобы ребятишки все-таки были физически подготовлены, морально устойчивыми, знали, как себя вести, как правильно упасть на улице, как убежать от хулигана вовремя. И плюс самбо – это действительно наука побеждать. И вот сочетание спорта и науки – это очень важно, потому что здесь все движения продуманы. Они не сделаны, ни одно движение не сделано просто так. И когда ты начинаешь погружаться в этот вид спорта, именно как в науку, ты понимаешь, сколько много он может дать нашим детям. С нынешнего года занятия самбо начали проводить как дополнительный урок физкультуры. На очереди еще три школы, где откроют специальный зал. Новосибирск стал пилотной площадкой для федеральной программы «Самбо в школу». Светлана Сорокина, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Будьте в курсе всех событий, слушайте радио «Городская волна», частота 101,4 FM, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Кроме того, много полезной и интересной информации на сайте nsknews.info. Там можно узнать, как Маржиха Тика приглашает новосибирцев на «Городской субботник». На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин